Кэшбери! 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 Центробанк обратил внимание на компанию Кэшбери, которая всем своим клиентам обещает немыслимые проценты по вкладам, 600% годовых. Не стоит инвестировать свои средства в суперкомпании. Многие из тех, кто называл себя красивым словом «инвестор», в итоге потеряли миллионы. Ущерб от деятельности компании, которую уже назвали очередной финансовой пирамидой, достигает 3 миллиардов рублей. По мнению специалистов из Центрального банка, деятельность этой компании носит характер сходный с финансовой пирамидой. Компания прекращает работу в прежнем режиме. Офисы Кэшбери по всей стране, от Калининграда до Владивостока, закрыли двери перед носом вкладчиков. Надо было вовремя сваливать. Всем понятно, что это финансовая пирамида. Я обещаю богатство и процветание тем, кто нам поверит. Поберегите свои деньги для новой компании. Самый знаменитый и печально известный в России после МММ инвестиционный сервис Кэшбери в четверг 1 ноября объявил о своем закрытии. Молившиеся на него адепты, вложившие в него миллиарды рублей, остались ни с чем. Впрочем, для особо упертых сектантов есть хорошая новость. Глава Кэшбери Артур Варданян пообещал создать новую компанию, куда планирует привлечь до 30 миллионов участников. За ним ЦБ, кстати, тоже следит максимально внимательно, как за еще одной потенциальной пирамидой. 1 ноября 2018 года Кэшбери завершили свою деятельность, кинув огромное количество инвесторов. И данное событие может негативно повлиять на имидж всех добросовестных и законопослушных бизнесменов, инвесторов по всей стране. Зовут меня Давид Рязаев, я являюсь сооснователем Национальной ассоциации аукционных брокеров. Хочу высказать свое мнение по поводу закрытия Кэшбери. На сайте, который, кстати, до сих пор работает и предлагает инвестировать деньги, ни слова о закрытии нет. Одним из видов деятельности Кэшбери обозначены торги по банкротству. Я вам больше скажу. Есть даже обучающая платформа, где господин Варданян предлагает не только инвестиции, но и обучение торгам по банкротству. О себе без лишней скромности он написал, что совершил более 300 сделок на торгах по банкротству, государственном конфискате и залоговых аукционов на сумму более 10 миллионов рублей. Мы проверили данную информацию. Подкрытые аналитики и выкупленных лотов холдингом Кэшбери не обнаружено. Хотя, конечно, его мифические заслуги на торгах по банкротству – это мелочи по сравнению с выведенными более 3 миллиардов рублей с Кэшбери за некоторое время до ее закрытия. В 2016 году я с партнером основали сообщество по выкупу имущества с торгов по банкротству. НАП – это первое официально зарегистрированное в России сообщество профессионалов, специализирующиеся на торгах по банкротству. У нас за спиной 2 года практической работы и партнерская сеть по всей стране более чем из 300 партнеров. Мы на АП крайне негативно относимся к деятельности подобных пирамид. Кэшбери была всего лишь разминкой. И просто-напросто кидал отголосков всяческих МММ. Граждане, не вступайте в МММ! И подобных им жуликов, обманщиков и воров, которые своими преступными действиями порочат профессию аукционного брокера. Мы занимаемся реальным делом. И если вам предлагают инвестиции в торги по банкротству за 200, 300, 500% годовых – это обман. У нас есть инвестиционная площадка, где адекватные и выгодные проценты для надежного инвестирования. В случае с Кэшбери инвестиции в торги и в другие проекты были, скорее всего, просто прикрытием для сбора денег. Мы дорожим нашей репутацией и репутацией торгов по банкротству в целом. Поэтому хочу вас призвать, будьте внимательны, обращайте внимание, куда и во что вы вкладываете. И подумайте, стоит ли верить обещаниям про бесплатный сыр и золотые горы подобных проектов. Мы готовы оказать реальное содействие и помочь всем обманутым вкладчикам Кэшбери. Мы готовы помочь вам улучшить ваше пошатнувшееся материальное положение и подготовили для вас эксклюзивное предложение по заработку на торгах по банкротству. В отличие от организации Варданяна, которому Центральный банк Российской Федерации отказал в регистрации в 2016 году, мы являемся первым официально зарегистрированным в Министерстве юстиции сообществом аукционных брокеров и действуем исключительно в рамках законодательства. Наша деятельность регулируется Федеральным законом 127 и 495 приказом Министерства экономического развития. Каждый, кто пострадал от действий холдинга, может обратиться к нам. Подробности нашего предложения по ссылке в описании. Оставляйте ваши вопросы в комментариях и лично я отвечу на них. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте данное видео. С вами был Давид Резаев.